Германия в ближайшее время собирается построить два терминала для обработки сжиженного газа на севере страны. Об этом сегодня заявил министр экономики страны Петер Альтмайер на германо-американской инвестиционной конференции по теме газового импорта в Берлине. На ней присутствовали руководители немецких и американских компаний из газовой сферы. Американский замминистра по энергетике Дэн Брюлетт на первый взгляд остался довольным. Хотя Альтмайер так и не отказался от построения спорной газовой трубы «Северный поток-2». Правительство США в последние месяцы работало усиленно в этом направлении и продолжает это делать. США поддерживают пронемецкую и проевропейскую политику в области энергетики. Для энергетической безопасности нужна энергетическая диверсификация, диверсификация предложений из стран, которые предлагают газ. Я приветствую тот факт, что Германия вместе с другими европейскими партнерами предпринимает серьезные шаги, чтобы повысить эту диверсификацию. Сегодня все еще существует 13 европейских государств, которые импортируют 75% своего газа, или даже больше, из России. Если мы будем говорить откровенно, как друзья, то надо признать, что зависимость Европы от российского газа – это стратегическая слабость. Россия есть и может оставаться экспортером изжиженного газа в Европу, но нельзя допустить, чтобы Россия использовала свою доминирующую роль на рынке, чтобы добиваться политических целей. США в последние годы за счет сланцевого газа стали экспортером газа, но по сравнению с российским газом, американский газ примерно на 20% дороже. И чтобы принимать газовозы из США в Европе, нужны специальные терминалы. Конечно, после конференции журналисты хотели узнать у Альтмайера, является ли строительство терминалов для сжиженного газа в Германии частью джентльменского соглашения США, чтобы те больше не препятствовали Северному потоку-2. Напоминаем, что посол США в Дернине недавно грозил санкциями тем немецким компаниям, которые причастны к этому трубопроводу. Но Альтмайер отверг эти подозрения. Нет тут никакого соглашения. Мы оба считаем, что те три вопроса, которые тут возникают, должны быть отделены друг от друга. У Германии, вне зависимости от всех остальных вопросов, есть собственный интерес в диверсификации газового импорта. И добавил цитата, что касается снабжения энергии, Европа не должна быть в ситуации, когда ее кто-то может шантажировать, будь то это враги или друзья. Особенно страны Восточной Европы сопределяются Северному потоку-2. Украина боится потерять 2 миллиарда евро, которые Россия ежегодно платит за транзит через эту страну. Немецкое правительство обещает Киеву, что добьется гарантии со стороны России, что транзит газа через Украину все равно сохранится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...